друзья всем привет сегодня показываю обзор нового привоза тут и хиверии и часть хавортий немножко совсем и растения которые до этого не приезжали в общем сейчас все по порядку ветрище ужасный на улице просто я сегодня проснулась думала мои горшки понесутся по небу просто ну невероятно что творится на улице очень сильный ветер эту березку нас обрезали она мешала проводам кишки эти натянули каждому счетчику в общем тут никакой эстетики одним словом и последнюю красоту обрезали очень жалко такая была мощная береза ладно значит приступим так чего же мне начать ну начну я наверное с одной их и вину с тех которые по одной приехали вот это первое такая жирная и хиверия курс это подвид шевианы гибрид шевианы у меня такая есть одна немножечко она по-другому смотрится уже моя с цветоносом ну это прям тоже такая капуста капуста розовая я прям даже не ожидала замечательная размер у нее ну где-то вот сантиметров наверное девять очень крупная очень жирная и такие у нее пудряшки замечательные сейчас покажу свою дотянусь вот моя я не знаю меня слышно или нет ветер слишком такой прям бойный и все заглушает вот такая моя а это не моя даже наверно пожирнее чем моя вот такая она одна будет наличие будет она под лампами еще темней листики у нее будут розоватые кудри у нее будут еще намного выраженнее но у нее также как у всех шевиан чем старше растение тем больше кудрей потом когда допустим она подрастет какое-то время можно ей будет срубить голову и уже тогда розетка будет от земли с самого начала иметь свои кудри на пока вот молодые листья смотрите они практически без кудрей а макушка сейчас начала кудрявится ну то же самое моей но моя говорю на похиление все равно симпатичная кстати цвет у них вот одинаковые растения поехали достаточно быстро по моему за 11 дней я прям даже удивилась чего не скажешь о корее которая уже 20 дней стоит на таможне в корее девочки вот кто ждет корею наверное уже не ждите потому что я не знаю если она приедет там просто будут какие-нибудь обугленные головешки сгнившие спревшие и пожалуйста не пишите мне каждый день не напоминайте мне не сыпьте мне соль на раны если она пройдет таможню всем кто ждет я отпишусь или там сниму короткое видео что корея едет но не ждите тем кто хотел сделать заказ совместно с кореей наверное корею уже вы не дождетесь вместе со мной так что у нас дальше дальше у нас еще вот одна малышечка растения были по одному по одному экземпляру хотелось побольше ну вот как бы забирала остатки это пахиверия шейдекери вот она сейчас кстати доехала тоже прекрасно сохранился полностью налет на ней она вообще не погрызенная не без предетелей такая прям хорошенькая не потянутая ставлю фотку моей моя сейчас пахиверия находится на улице такая и нет возможности ее принести но как бы я не стал этого делать ставлю фотографию своей кто-то у меня спрашивал какой она будет по размеру ну знаете как будете кормить ее раскормить и в жирном грунте в крупном горшке она будет хорошая жирная здоровая прям больше десяти сантиметров если горшок будет маленький она просто будет уплотнять свои листья они будут утолщаться набирать будет свет она кстати будет розоватая она не будет вот такого цвета она у нее очень такой приятный пастельный цвет розовата слегка сероватый какой-то вот сейчас она просто зеленая но это потому что она действительно находилась в пути в дороге в каких-то мана условиях содержалась я не знаю но будет она намного ярче и я считаю растение стоящее не буду вынимать вот еще одна розетка которая приехала это двухголовая их и верия пули донис головы эти не делится поэтому розетка будет продаваться вот так как есть таком виде как есть но две головы мне кажется очень красиво будет друг дружке у меня такая была однажды розетка красиво смотрелось так что еще из нового привоза из нового привоза еще вот этой хиверия миранда вот моя миранда цвет конечно различается кончики покрасней но это было очень влажная я заказываю растение в грунте но с условием что грунт будет очень очень сухой это приехала прям вообще из нее чуть ли не лилось думаю боже как же она выжила бедная я ее просушила вынула у нее вот эту вот так я ее вынула вот сейчас она уже сухая то есть вот листики еще тугарные когда немножко подвянут белка куда ты приперлась ты что ты же сейчас не все порушишь уйди что еще белка до приехал еще одна хиверия мэнса вот все что было по одному не знаю я их сразу выставила вчера где было место я их поставила но вот мадибы достала аж тут про менсу забыла но вон там она торчит смотрите вот в углу достаточно компактная у этой бабочка прилетела достаточно компактная достаточно такая симпатичная цвет у нее сейчас пока зеленоватый но мэнса очень быстро набирает цвет особенно под лампами под лампами мэнса вообще становится такого красновато бордового цвета так но это все что было по одному растению так сейчас буду показывать то что по несколько вот приехала эхиверия мадиба шикарное растение как я себе ее хотела я заказал ее в корее но в корее они ну дороже эти розетки чем в италии намного дороже но в корее конечно немножко вид другой потому что не знаю каким там они их способом выращивают вот но дело в том что вот это намного больше и такой размер в корее будет стоить закупочная цена его будет за тысячу это эхиверия точно так же как и вот корус она свою красоту набирает тогда когда становится взрослой у нее вот здесь уже видно начинает вот первый листик вот который виден вот сейчас 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 как же навести ну вот вот видите листик в центре розетки вроде как там как пупырка 1 с правой стороны вот чем старше растение тем на листьях появляются у основания розетки появляются кудри и она становится невероятно красивая но мадиба вообще шикарное растение растение дорогое так это вот не болезнь на листьях это просто от пересылки терлась она видимо в посылке а бумагу завернута они были не очень плотно вот адромискусы приехали прям совсем земля была высыпана но к счастью вообще даже ни один листик не отлетел ну это какое-то чудо просто так сейчас вторую мадибы покажу три штуки мадибы две достала одна там у меня стоит рядом сменцы не стала доставать но они практически одинаковые все вот такие три розетки розетки на сантиметров 10 наверное уже ну шикарные конечно будут вообще невероятные сейчас покажу вам свою мадибу которую меня уже месяца полтора на укоренении моей мадибе до такого размера далеко поэтому моя мадиба пока еще не представляет из себя ничего особенного вот тем более моя мадиба была подвытянутая вообще мадибы конечно не тянутся но вот моя была вытянутая потому что ехала на в жару и видимо это эти условия температурной климатически сказались все таки ну вообще мадибы не тянутся вот такая розетка это кореянка моя белку иди уйди мама мама с тобой не хочет дружить так что у нас дальше дальше у нас идут крестовники эти невероятные растения называются сенец скопосус крестовник скопосус что-то не приближает резкость даже поставить чтобы вам снять получше чтобы рука что и не тряслась но это внутри там земля черная это не страшно вот такие крестовники я вчера себе уже пересадила один не удержалась вот это теперь будет мой крестовник нижние листья которые вот эти длинные там прям очень длинные были я их оторвала потому что они прям болтались ну вполне розетка себе смотрите какого размера розетки они все такие вот горшок здесь 7 сантиметров то есть за 7 сантиметров они даже листики выступают структура его очень интересна этого крестовника он похож на дудлею я вот специально принесла сюда дудлею чтобы показать ну как бы одинаковые такие они по форме сейчас я вам покажу вот смотрите смотрите очень похож на дудлею дудлея слева но у дудлеи налет он как у лау именно налет а здесь не налет а будто бы листья покрыты войлоком кстати крестовники вот эти нельзя очень резко поливать то есть поливать нужно их умеренно понемногу и умеренно потому что когда начинается полив вот видим мы вот на этом листочке если резкий полив дать листья начинают набирать быстро тургор и вот эта пленка которая войлочная на листиках она рвется то есть она разрывается сама собой вот поэтому чтобы не было такого нужно держать его ну можно сказать на голодном пайке понемногу поливать ну не засушивать конечно но не так чтобы вот прям обильно как я летом поливаю эхиверии вот с этим крестовником такого делать нельзя вот я эхиверии поливаю ну вообще все суккуленты поливаю летом из душа так таскаю в ванну ящики которые здесь стоят на полке и поливаю прям обильно обильно чтоб лилось из дренажных отверстий чтоб пролилось чтоб они напоились вот с крестовником с этим делать такого нельзя иначе вся красота весь вот этот налет он исчезнет не исчезнет а порвется просто порвется будет болтаться но и в конце концов отлетит под лампами он набирает очень мощный вот этот войлочный налет так видно нет и смотрится он такого понимаете бывает стального цвета когда светит солнце он вообще невероятный он блестит серебром весь вот сейчас этого к сожалению не видно хотя день сегодня вроде был солнечный но вот там такие тучки как вспаханное поле на небе вот и солнышко у нас сейчас не видно красивое небо правда обалденное ну вот это что касается этого крестовника вот экземпляр сейчас еще один так таких на продажу 4 штуки один мой и вот таких еще 4 штуки вот вот такие они вот я говорю я у себя вот эти листья нижние оборвала сразу торчащие потому что они кое-где поломанные все таки растение ехала издалека и доехали они все равно прекрасно вот вот серединке все они приблизительно одного размера внутри чернота это насыпанная земля я сдувал сдувала ну просто сейчас сдуваю и так как земля не полита все разлетается ну тут уже конечно и ветром все разнеслось так это были у нас крестовники так следующим номером нашей программы хавортия альба или по-другому ее называют хавортия зебра белая зебра вот это хавортия очень красивая структура ее листа невероятная большая часть листа у нее покрыта вот этими белыми буграми выпирающими ну потрогать прям мягкие мягкие такие классные ой вообще заказывала я два растения одно растение я заказывала себе ну а другое как бы чтобы ему скучно не было я давно себе хотела такую хавортию вот теперь она у меня есть то есть в продаже будет вот такая крупная хавортия одна единичная и детки от нее и все большую крупную я оставляю себе сейчас покажу вам вторую идентичные вот вторая то же самое с детками то есть детки отдельно а большая голова отдельно потому что детки с мамкой ну дороговато будет наверное для кого-то вообще конечно шикарная просто шикарная вот это детка уже поедет к Жанночке в Воронеж которая вот впереди крупным планом Жанночка Московский проспект это твоя детка классная но это вот моя детка или та моя детка но они одинаковые без разницы так что еще я не показывала не показывала я красулу королита таких приехало три горшочка один горшочек уже прям кустик уже купили невероятная тоже красула бархатные листья вот в этом горшке она мелковатая будет она покрупней и во взрослом возрасте тогда когда она наберет силу тогда когда она вот уже готова будет свести когда она у вас порастет примется адаптируется она будет похожа чем-то на красулу Морган Бьюти вот моя Морган Бьюти она сейчас такого розовато-сероватого цвета потому что она стоит на улице они там вообще у меня стучат зубами от холода ночи ледяные я не знаю бедные как они выдерживают ну пока вот морю их там и вот эта красула но сейчас она зеленая она все равно потемнеет ну зеленая потому что ярко-зеленая потому что ехала без света она потемнеет бархатистость листочков ее увеличится будут они прям ярко выраженные такие мохнатенькие ну классная красула конечно кустик невероятный постараюсь вот так приблизить вам ее вот обалденный мимимишная такая и по тактильным ощущениям и просто посмотреть на нее ну классная вот таких два горшка на продажу вот если кому-то будет дорого можно поделить на пополам куст ну кусты приблизительно одинаковые не стала еще два приносить сюда стоят они у меня сейчас на кухне вот такого плана кустики так меня наверное продует тут ужасный ветер холодный ледяной у меня уже руки д д д д д прям вот за грелочку бы взяться ладно приехали вот такие адрамискусы ну какой вынуть вот самый маленький выну есть двойные в горшке есть по одному двойные подороже по одному подешевле так еще глазами свой вот знаете вот это адрамискус кофебин очень такие приехали жирные мощные листья мои ни один листик не оборван просто вообще замечательные растения видно что растет молодые листочки там красненькие красноватые это вот палочки от засохших цветоносов вот они отвалились уже и в этих пазухах там впоследствии где были цветоносы там полезут боковые побеги то есть растение будет густиться так очень жирные листья вот я еще возвращаюсь к этому очень толстые такие прям очень огромные сейчас вам покажу свою адрамискус такой мой посажен мой уже растет как бы посажен но листики на моем очень мелкие вот если сравнить этот и этот почувствуйте разницу да смотрите вот лист размер листа на этом и на этом мой мельче прям в три раза лист ну во первых они у меня сейчас не отпаянные не отпоенные потому что они стоят на улице и поливать я их опасаюсь листики вот тургор сдулся это на моем видите листья все сдулись то есть влаги им не хватает эти же листья надутые но все равно даже в надутом состоянии мои меньше то есть вот эти прям жирные жирные раскормленные так это адрамискус был кофебин ну еще вот так мой сниму не знаю будет видно или нет вот с правой стороны он тут у меня торчит так и еще два адрамискуса коралл ред вот коралл ред как же я их обожаю как они мне нравятся это мечта моя была наверное года четыре я уже рассказывала вам что я не могла найти себе я просила листик за 500 рублей помню у продавца у которого покупала хаворти а он подлец такой не продал вы представляете ну мне так его хотелось просто хоть какую-то частичку там маленькую какой-нибудь дохлый листик даже за огромные деньги я не могла его нигде найти ну вот сейчас моя мечта сбылась я весной получила вот эти растения посадила себе аж два куста вот сейчас покажу вам эти два куста получилось так что они смотрятся одним кустом на самом деле здесь два куста сидит ну опять же сейчас они мало у меня напойные водой потому что боюсь вообще адромискус их холод не переносит вот из-за этого я их пока не поливаю ну поедем на полке с ними в скором времени сегодня вот мне там надо подпаять одну светодиодную ленту отвалилась мыло полку отвалилась лента я вчера приготовила все для спайки включаю паяльник он не работает пришлось идти к соседу ночью не стала этого делать сейчас сниму видео и потом начну заниматься мужскими делами смотрите какой цветочек миленький у него такой классненький прям милейший один розовенький вот так он скудновато цветет ну потому что наверное он перебаливал но все таки вот один цветочек выдал может быть там его кто мне опылит я надеюсь ну он уже кстати давно болтается я надеюсь какая-то там шальная муха по нем пробежалась вот это мой адромискус это моя любовь прям любовь любовь много раз любовь вот два таких адромискуса но солнца нет солнце спряталось здесь вот двойной кустик и здесь двойной кустик тоже видно что они цвели вот здесь палочки уже от засохших цветоносов вот я ее тронула она отваливается вот сняла то есть растение полноценные жизнедеятельность у них не остановлена все с ними прекрасно и самое главное что они доехали все замечательно следующее растение это карпаскулярия лемони такие мимимишные пузатики я просто от них балдею вот один горшочек пойдет вот в ту мою коллекцию с необычными растениями андромискус теликадон красула беркли вот это интересное ну и вот он тоже займет свое место в этих рядах не успела я вчера пересадить смотрите какие листики и похожи конечно на живые камни на литовсе но растет веточками палочками белку уйди не до тебя и так резкости нет вот так может быть лучше сейчас сделаем белку уйди вот смотрите ну вот смотрите вот приперлась белочка ну видишь тут нет места ну куда ты прешься белка на этих растениях очень хорошо видно когда растению не хватает влаги листики сразу начинают морщиться и сдуваться но это не страшно они вчера приехали я их полила вот какие-то уже восстановили тургор вот прям практически уже не видно что они были обезвоженные но вот эти были сильно подвятшие но все равно сегодня они выглядят вполне себе неплохо я думаю к завтрашнему дню они уже восстановят тургор до конца ну классненькие такие обалденные смотрите вообще замечательные цветут они красными цветочками ой ветер такой сейчас палетку даже снесет кошмар цветут красными цветочками разрастаются кустиками будут конечно они побольше листья будут пожирнее раза в три ну вообще мимишные конечно растения очень необычные это не просто вот там какая-то эхиверия а такие они живые камни они вообще классные все вот все разновидности живых камней замечательные ну вот их наверное тоже можно отнести к живым камням следующее растение это хиверия пурпузорум такие крепышки приехали цвет уже прям мне кажется даже и вчера они посветлее были сегодня уже набирают цвет ну белка ну то вообще меня просто оккупирует с разных сторон вот вот такие четыре розеточки пурпузорум классный вид она не тянется под лампами она набирает ярко-ярко красный цвет тыльная сторона листа у нее становится полностью лишнего бордовой вот как вот это эхиверия ну замечательная розетка замечательная растет туго но розетка такая жирная такая компактная мне очень нравится пурпузорум я к сожалению продала свои две большие головы жалко мне так ее было ну как всегда не успела снять с продажи хотела разделить и продать одну ну девушка спросила и вроде как отказывать было неудобно у меня там детка растет если что может быть я оставлю себе вот такую одну не знаю посмотрю ну розетка очень классная кстати это одна из первых розеток которые я себе завела и ничуть не пожалела постараюсь приблизить смотрите листья блестящие вот такие все красноватые уже каемочки на листиках появляются ну замечательные так смотрю все показала или не все наверное нет литопсы же еще остались ставлю временно сюда и на то место ставлю литопсы вот друзья это собственно ради чего я делала заказ и чуть про них не забыла представляете смотрите какая красота ой сейчас наверное их сдует ветром ужасный ветер ужасный просто ужасный так я их сейчас поставлю и придвину своим горшком и сейчас мы их с вами будем рассматривать такие ну нет живую они лучше чем вот светит на них солнце может быть потом когда смотрите какие классные вот поближе вам сниму здесь рыжие в этом горшке болотно зеленоватые причем каждый со своим неповторимым узором на листиках то есть нет даже двух одинаковых у каждого литопса свой рисунок дальше вот эти идут и вот эти так полутень вот такие классные малыши такие классные такие здоровские ну как ухаживать за литопсами наверное уже многие знают потому что у многих они есть кто не знает скажу литопсы поливаются литопсы поливаются раз где-то в 10 дней летом обильно и потом опять следующий полив через 10 дней любят они солнечный свет те кто говорит что литопсам нужна тень или там полутень что они выдерживают не верьте никому это неправда литопсы очень любят свет вот мои стоят сейчас в комнате на полках и смотрите вот один уже отсвел а вот два цветочка смотрите они как червяки повернулись в сторону солнца вот они вот так стояли на окне сейчас я их переверну видите все таки не хватает им света и цветочки тянутся включу лампу когда будет им хорошо вот у меня один вот такой рыжик есть и Вася мой тоже походу вот из этого из этой подсерии рыжиков это вот мой Василий который у меня был из семечка вот этому Василий уже два года вот Вася уже линял у меня наверное два раза Вася у меня уже линял вот этому самому жирному лет пять три литопса у меня в прошлом году разделились литопсы когда дорастают до определенного возраста они делятся то есть если условия у них хорошие если все с ними хорошо то они делятся и получается из одного литопса сразу два может быть даже и три в редких случаях вот мои три поделились вот этот мамонт еще никак не хочет может быть вот в этом году поделится тут вот у них даже шубки еще остались сухие я их даже не сдирала вот я только увидела кстати вот вместе с Вами вот это вот сухие шубки их можно снимать только тогда когда они сами отваливаются то есть вот здесь вот сухие шубки тоже есть их тоже можно обобрать пинцетом но они им не мешают жить зимой где-то с ноября и по март у литопсов состояние покоя что это значит в это время литопсы начинают линьку и в это время их поливать вообще категорически нельзя то есть пока литопс не сбросит старую шубу свою его поливать вообще нельзя потому что ему влаги будет достаточно он ее берет из той шубы которую сбрасывает из того старого молодые литопсы которые лезут потом впоследствии они намного ярче чем старые потому что старые может быть выцветают может быть но все равно они не очень яркие а когда они обновляются там лезут ну такие прям яркие прияркие ну и вот старые шубы они конечно обесцвечиваются постепенно усыхают интересные конечно растение это растение игрушка вроде ничего привлекательного такого а с другой стороны что-то невероятное что-то прям такое чудесное даже потрогать их посмотреть как они растут ну вообще вот вместе с камнями они изумительно смотрятся когда большая плошка вот попробую отличие где камень да морские морская какая-нибудь галька и где литопс вот у меня кстати лежит вот камень элитопс ну чем-то похоже кстати бывают элитопсы такой окраски ну классные обожаю я их это тоже одно из самых первых моих растений я с ними долго не могла найти общий язык сколько у меня их было вот таких рыжиков помню покупала наверное штуки 4 или 5 они у меня погибли все потому что я их в период леньки поливала и вообще я их ну не знала я как с ними обращаться думаю ну надо полить то надо надо и один сдох второй сдох литопс если погибает его уже невозможно воскресить у него один стержневой корень если корень этот нарушается то литопс гибнет в редких очень в редких случаях литопс наращивает корни ну это наверное один или два случая из тысячи в остальных случаях просто литопс не наращивает себе другой корень и гибнет ну пробегусь еще вот по этим рыжиком чуть-чуть заказывал специально темные коричневые такие прям с интересным узором понравились мне вот эти горшочки на них кстати знаете даже вот узоры вот эти выпуклые вот если вот эти лысые у меня ну лысые даже по тактильным ощущениям тут нет никаких выступов они все лысые но за исключением вот этого только вот этого и вот этого рыжика Васи то вот эти все они бугристые вот как мозги у них там и это чувствуется рукой вот этот провожу вот пальцем прям вот шершавенькие такие выступы ну реально мозги какие-то смотрите и расцветки разные и узор на всех разный каждый даже взять вроде одного цвета смотришь присматриваешься узор разный оттенок слегка разный а вот этот знаете мне прям даже интересно вот эти все разрезаны то есть вот у них в центре есть деленка которая впоследствии будет разваливать литопс при линке вот у этого тут вообще какая-то прям махонькая махонькая только намёточка не знаю как он будет действовать надо его оставить себе понаблюдать за ним вот эти лысые вот эти литопсы лысые лысоватые а вот эти все шершавые вот эти тоже ну чуть-чуть тут выступает у них немножечко в центре а так они тоже по тактильным ощущениям гладкие эти гладкие эти а вот эти шершавенькие это мозги и моя подруга их называет жопочки вот во взрослом виде они больше на это похожи цветут они желтым и белым цветом больше никаким только желтым и белым ну как будут цвести вот эти я вам не скажу какого оттенка потому что не знаю ну вот эти наверное желтым будут цвести по-моему вот рыжий тоже цвел желтым вот этот а друзья ну вот такие еще хаворти приехали вот я себе в прошлый раз отсаживала такую вот приехали моя уже сейчас укореняется вроде ничего так нормально корни у них замечательные мощные у всех это хавортия мунлайт также есть в продаже вот такая хавортия кристалбаль но это моя я себе сажала такой негритеночек темного цвета значительно отличается по окрасу ну и по форме листьев естественно также еще вот такая купери венос то остались две штуки их много было ну это хрусталь хрусталь с деткой детка жирная вторая по моему тоже с деткой и хавортия мунстоун тоже по моему две осталось у меня много их было две палетки вот они разные смотрите и по окрасу разные это по зеленее и посочнее та по серей и форма листьев узор ну разные совершенно хавортии хавортии конечно отдельный род растений который заслуживает внимание завоевывает любовь у многих мне сейчас очень нравятся вот такие шершавые как альба у меня есть такая рейнвард сейчас покажу вот она косичкой обалденная ну на камеру она хуже чем в живую я вам сразу говорю в живую она вообще невероятно а вот это я не знаю что тут присоседилась откуда она у меня взялась это не альба не рейнварды вот у нее рейнварды видите они заворачиваются листики в центр розетки таким коконом получается загнутые все а это ну какая-то фасциата походу но не зебра у зебра намного больше белого тоже прикольная ну так знаете несведущим взглядом смотришь вроде одинаковые на самом деле нет рейнварды ну она вот пять деток у рейнварды она смотрится вот так вот сюда а вон там шестая лезет ну скоро она вообще будет шикарная в центре большая мамка и четыре детки по бабе а деток будет по бокам вообще не займут весь горшок будет вообще шикарно но я ее даже не видела кстати здорово еще вот у меня горшочек есть не показывал я наверное его может показывала не помню здесь два вида хаворти на первый взгляд тоже вроде как одинаковые на самом деле вот здесь пупырки помельче и почаще а здесь погруппнее и пореже это хавортия жемчугоносная вот это вот тыльная сторона листа если перевернуть видно что они немножечко отличаются а это хавортия фасциата карнкавор вот а это здесь тут присоседилась красула к ним вот такие прикольные тоже мне нравятся они очень замечательные лист с обоих сторон покрыт вот этими пупырками будто снегом опорошен здоровски вот большая такая есть эту можно отделить на продажу вот а вот еще больше классная такая вот она в общем три детки здесь уже не детки они уже так достаточно крупные три растения вот здесь есть на продажу вот это наверное я всех продала а нет вот маленькая еще одна осталась и все и пока больше ничего не будет это кстати не очень часто дает детей вот это плодится лучше вот тоже у нее а4 даже здесь по кругу классная вот этого жидноватая на детей было у нее много вот я их продала и она наверное на меня обиделась точно так же как мой алоэ который наплодил детей целое море а потом вот решил что достаточно тебе и все и стоит вот как статуй и не шевелиться ну все друзья подошел к концу наш обзор уже я наговорила аж 40 почти одну минуту вообще кошмар какой то не получается быстро наверное вот чересчур многое говорю и наверное не по делу не знаю мы его с белкой с вами прощаемся да белочка попрощаемся белочка белочка приперлась без белочки не приветствие не обходится не прощание ну все друзья всем спасибо за просмотр вот так чувствую сейчас мои растения многие потемнели куда не туда нельзя назад уйди многие потемнели от холода посинели покраснели кстати помните я прошлый привоз был итальянский вот эти красулы приезжали смотрите какие они темные стали на холоде красные такие вообще обденные ну все друзья до новых встреч я надеюсь всем здоровья добра и хорошей погоды и счастливой осени всем пока 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 б sings